Друзья, приветствую всех на медицинском канале Доброго Времени Суток. Человек, который изобрел вазелин, каждый день съедал ложку этой маслянистой субстанции и прожил 96 лет. Звали этого долгожителя Роберт Чезбро. 14 мая 1878 года он запатентовал вазелин как торговую марку и торговый знак. Прошло уже 143 года и популярность этого средства не ослабевает. Более того, традиционная и альтернативная медицина нашла способы лечения этим средством множество болезней. Может пришло время отмечать 14 мая как день рождения вазелина? Возможно, когда Роберт Чезбро съедал по ложке в день своего эликсира молодости, он очищал таким образом свой кишечник и продлевал себе жизнь. Кто из вас не знал, отвечаю, вазелин получает из нефти в процессе переработки нефтяных фракций с малой температуры кипения. Температура плавления вазелина 60 градусов Цельсия, а состоит он из смеси жидких и твердых углеводов. Вазелин растворяется в хлороформе и эфире, может смешиваться со всеми видами масел, за исключением касторового. При этом это вещество нерастворимо ни в спирте, не в воде, поэтому после нанесения на кожу средство смывается с трудом. Вазелин – это дермопротекторная субстанция, то есть средство, которое защищает нашу кожу со смягчающим действием. Вазелин способствует смягчению эпителиального слоя и восстановлению защитной гидролипидной оболочки кожи, которая препятствует потере жидкости верхними слоями нашей кожи, устраняет трещины и проникает в нее, ускоряет восстановление и регенерацию слизистой. Антисептическое действие вазелина заключается в том, что он эффективно уничтожает патогенные микроорганизмы и бактерии, не дает микробам проникать в более глубокие слои кожи, однако не проникает в системный кровоток и глубокие ткани. Вазелин обладает также противовоспалительными свойствами. Какие показания к применению вазелина? Медицинским вазелином обрабатывают кожу перед проведением таких процедур, как постановка банок, клизмы. Его нередко используют в качестве одного из компонентов других лекарственных средств, например, солицилового вазелина. При аллергическом добавляет в различные мази, так как он снимает аллергические реакции. Показаниями к применению вазелина является также хроническая экзема, псориаз, ихтиоз, ожоги, трещины на коже, раздражение и сыпь. Помимо этого, в медицине вазелин используют как слабительное средство. В косметологии вазелин также занимает не последнее место. Его используют для смягчения кожи лица и рук, но об этом чуть подробнее в рецептах лечения вазелином. Натуральный вазелин. Он имеет более красивый прозрачный вид. Его синтезируют из лиственных парафиновых смол с последующей очисткой и отбелкой специальными веществами. Натуральный вазелин, в сравнении с искусственным, более вязкий, прозрачный, бесцветный, без вкуса и запаха. Обладает противомикробными свойствами и притягивает к себе воду, свободная от зерен и комков, легко тянущаяся в нити. При нанесении на кожу тяжело смывается и оставляет липкие следы. Медицинский вазелин есть еще такой. Проходит тщательную обработку и имеет белый цвет. Применяется наружно в качестве защитного и смягчающего средства. Еще один вид вазелина, используемого для оздоровления и красоты, это косметический вазелин. Его используют при изготовлении многих кремов и масел. В чистом виде он применяется довольно редко, потому как способствует закупориванию пор и перекрывает доступ кислорода к коже. Однако косметический вазелин является эффективным смягчающим средством перед массажем. Также он оказывает восстанавливающее действие. Этот вазелин рекомендуется использовать после пилинга. Есть еще вазелиновое масло. Его используют при запорах, продается в аптеках и является лечебным средством. Его принимает внутрь. Оно обладает механическим слабительным действием, так как размягчает твердые каловые массы и препятствует их образованию в толстом кишечнике. Оказывает на него слабое стимулирующее действие. Для лечения хронических запоров следует принимать внутрь по 1-2 столовые ложки 1-2 раза в сутки натощак. Ослабительное действие наступает уже через 5-6 часов после приема, а курс лечения составляет не более 5 дней. Вазелиново-прополисная мазь. При трещинах и других проблемах с кожей, ожогах, обморожении, порезах, нарывах, при кожном зуде и даже при ветрянке, при различных воспалениях и нарывах, при болях в ухе, гайморрите, геморрое поможет такая вазелиново-прополисная мазь. 2-3 флакончика аптечного вазелина разогрейте на паровой бане, добавьте 10 грамм прополиса и подержите, потомите на маленьком огне 2-3 часа, постоянно помешивая, после чего процедите и используйте эту мазь по назначению. Межреберная неврология. В народной медицине вазелин можно использовать при этой патологии. Для этого смешайте одну часть скипидара и две части вазелина, после чего можно втирать эту мазь в болезненное место. При радикулите перемешайте до однородной массы 50 мл керосина и 50 грамм вазелина, после чего мазь готова. Теперь ее можно втирать в поясницу утром и вечером, а после растирания укутайте проблемное место шерстяной тканью. Вазелин при геморрое. В медицинской практике для лечения и профилактики геморроя используется медицинский вазелин и вазелиновое масло. Вазелин при этой напасти используют как наружно, так и внутрь. Вазелиновое масло при геморрое помогает сократить количество патогенных бактерий и способствует устранению запора. А наилучший эффект при этом заболевании дает сочетание вазелина с цинковой или ихтиоловой мазью. Небольшое количество этих двух мазей наносят на чистый ватный или марливый тампон и осторожно прикладывают к наружным воспаленным узлам. Состав наносят только на предварительно очищенную кожу, оставляя на ночь для максимального воздействия. Эта процедура способствует скорейшему заживлению микротрещин в проблемном месте, снятию воспаления и отечности. Курс лечения геморроя вазелином и цинковой мазью продолжается до полного устранения всех симптомов и втягивания геморроидальных узлов внутрь. Можно приготовить свечи на основе вазелина. Для этого небольшое количество вазелина смешивают с цинковой мазью и несколькими каплями мятного масла или настойки перечной мяты. Добавляют кусочек натурального и свежего сливочного масла. Тщательно перемешивают. Оставляют в холодном месте до застывания. После застывания нарезают небольшими бурсочками прямоугольниками и используют ежедневно. Вазелин при варикозном расширении вен. Его используют в виде компонента для компрессов, который накладывают на ночь. Можно использовать как вазелин, так и вазелиновое масло. Возьмите небольшое количество масла в ладонь и осторожно вотрите в места, где выступают вздутые вены. После чего обмотайте ногу компрессной бумагой и сверху ватой. Укутайте, перевяжите бинтом. Утром повязку можно снять, а ногу промыть теплой водой. Можно еще немножко осторожно протереть яблочным уксусом. При шишках на больших пальцах ног, такое бывает при подагре, нужно взять половину пачки едированной соли, залить водой, чтобы она ее покрыла полностью, поставить на огонь и дать воде испариться. В эту горячую соль добавить 4 баночки медицинского вазелина и все тщательно перемешать. Эту кашицу выложить на шерстяную ткань, накрыть другой тканью и приложить к шишкам на ночь. Курс лечения 15 дней. Если лечение окажется эффективным, его можно повторить. Использует вазелин и при псориазе. Он удерживает влагу, благодаря этому кожа остается мягкой, нежной, пластичной, а чешуйки менее заметны. Вместо псориатического высыпания необходимо смазывать в течение дня плотным слоем или наносить как маску на 1-2 часа. Вазелин при опрелостях. Сейчас в летний жаркий период на коже могут появляться опрелости. Чтобы этого не допустить, необходимо перед выходом на улицу смазывать проблемные участки вазелином. Вазелин при трещинах на пятках. Вечером распарьте ноги в горячей воде с борной кислотой. Из расчета 1 чайная ложка борной кислоты на 1 стакан воды. Нанесите на трещины слой вазелина. Затем наложите пластырь, чтобы вазелин на коже сохранялся на протяжении всей ночи. Делайте такие процедуры ежедневно, пока трещины полностью не исчезнут. Вазелин для лечения педикулеза или вшивости. Его следует наносить на волосистую часть головы, учитывая степень распространения вшей, длину и густоту волос. Мазь необходимо держать в течение получаса, после чего можно смыть проточной водой с каким-нибудь моющим средством. Затем волосы необходимо высушить и вычесать гребнем. Вазелин используется при угрях или прыщах. Однако он не столько лечит угревую сыпь, а больше избавляет от непривлекательных рубцов. С этой целью вазелин необходимо ежедневно наносить наповреденный участок кожи, желательно перед сном. Кожу следует тщательно очистить, удалить с нее остатки других косметических средств. А рубцы, являющиеся следствием угревой сыпи, обрабатывать вазелином с момента появления, не допуская их огрубления. Таким образом, не теряется эластичность кожи. Она становится более восприимчивой к косметическим средствам, корректирующей этот недостаток. Вазелин при грибке ногтей. Чтобы избавиться от этой напасти, поможет такая смесь. Сухие цинковые белила смешайте с вазелином и намажьте ногти. Наденьте носки. Желательно оставаться в носках для избавления от грибка всю ночь. А такие процедуры проводите ежедневно до исчезновения грибка. Используют вазелин и при укусах клещей. Чтобы удалить присосавшегося клеща, нужно предварительно смазать его вазелином, а через 15-20 минут осторожно вытянуть пинцетом, покачивая его из стороны в сторону. При этом старайтесь не разорвать клеща. Одним из самых необычных средств для лечения волос считается вазелиновое масло, которое действует увлажняющее на волосы, питает и восстанавливает их. Очень полезно для сухих тонких волос. Устраняет перхоть, воспаление и зуд на коже головы. Укрепляет волосы при выпадении. Перед нанесением вазелиного масла на волосы его следует нагреть до 25 градусов Цельсия на водяной бане, затем нанести на волосистую часть головы, слегка массажируя, надеть шапочку и укрыться платком. Время экспозиции составляет от 30 минут до часа, после чего необходимо смыть вазелиновое масло теплой водой. А рекомендуется делать такие процедуры 1-2 раза в неделю. Вазелин для ресниц и бровей. Он широко используется в качестве активатора роста ресниц, а регулярное применение этого средства поможет вам стать обладательницей густых и длинных ресниц. Применение этого средства поможет также улучшить ваши брови, если в этом есть необходимость. Вазелин нужно наносить, когда ресницы и брови очищены от туши и другой косметики. Вазелин для ресниц можно применять ежедневно. Для нанесения используют ватные палочки. Нужно смочить ватную палочку вазелиновом масле и нанести его на ресницы или брови. При этом следует избегать попадания вазелиного масла в глаза. Если же это случилось, необходимо сразу же промыть их большим количеством воды. Вазелин, нанесенный на ресницы и брови, следует оставить на ночь. А смыть его утром можно с помощью холодной воды. Вазелин для пилинга. Из вазелина можно сделать простой и недорогой пилинг для тела. Нужно смешать вазелин с солью, чтобы сделать соляной скраб или с коричневым сахаром, чтобы сделать сахарный скраб. Такой скраб мягко очистит кожу. Чтобы сделать кожу бархатистой, упругой и гладкой, смешайте морскую соль или просто едированную соль мелкого помола с вазелином в соотношении один к одному. И массирующими движениями вотрите получившийся скраб в тело, после чего смойте водой. Вазелин поможет справиться и с морщинами. Смешайте вазелин с соком алоэ в соотношении один к двум. Полученную смесь нужно нанести на кожу лица на 20 минут. Затем смыть остатки маски и ополоснуть лицо прохладной водой. Чтобы сделать питательную маску для губ, нужно соединить вазелин с миндальным маслом или медом. А если регулярно смазывать вазелином кожу рук и ног, она будет оставаться мягкой, бархатистой и сохранять молодость длительное время. Друзья, желаю всем здоровья. Подписывайтесь на медицинский канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Смотрите также другие видео лечения простыми эффективными народными средствами, ссылку на которые я вам и представляю в этой конечной заставке. До новых встреч на медицинском канале.